Ну вот каково вообще, в принципе, быть отцом, когда фактически, да, это ведь возраст, ну... Предпенсионный. Да, ну такой, для дедушки, то есть уже ведь, в принципе... Кстати... Согласен, нет, старшая дочь еще не... Да? Я все хочу стать дедушкой, хочу стать дедушкой, но как-то... Ну вот, а не смущает, что будет очень большая разница. Я смотрю, допустим, на того же Табакова Олега Павловича с его младшей дочкой, что вот очень будет большая разница в возрасте, это не отношения отца и дочери будут, вот, потому что разрыв вот в этих кодах, в пониманиях о том, какие фильмы смотреть, какую музыку слушать. Я вам скажу, что мне, вот на мой взгляд, как мне кажется, у меня гораздо больше противоречий и проблем со старшей дочерью, которая всю жизнь говорила, папа, я такая счастливая, куда бы я ни пришла, в детский сад или в школу, у меня самые молодые родители. То есть она испытывала удовольствие от этого, и вот именно с ней у меня самые большие проблемы. А сколько, сколько вам было, когда вы... Она разговаривала, мне было 19 лет. 19, очень рано, да. Ну, в наше время так... Ну да, так было, да. В те времена рано становились. Хотя я очень горжусь ей, она замечательный человек, красивая девушка и делает карьеру, как может, сама. И в шоу-бизнесе. Она не в шоу-бизнесе, она в журналистике, она закончила МГУ, журфакт. А это тоже шоу-бизнес. Да, шоу-бизнес, значит, шоу-бизнес. Вот, и поэтому мне кажется, что наоборот, я много очень встречал в семье, где вот большая разница между возрастом, между родителями и их детьми, и вот все-таки мне кажется, что чем больше разница, тем, видимо, родители, что ли, становятся мудрее. Или, может быть, ребенок больше любит своего родителя, который видит, что он уже такой пожил, там, может быть, наверное. Вот буквально недавно встречался с друзьями, у них тоже родилась дочь, когда ему было 47 лет, точно столько же, сколько и мне. И они мне сказали, что у них очень близкие отношения со своими детьми, вот со своей дочерью очень близкие отношения. У них нет вообще никаких секретов, они могут разговаривать о сексе, о любви, о чем угодно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».